Сегодня утром к левому берегу РТШ Абувати пристал теплоход. Его пассажиры участники круизного тура по маршруту Салихарт-Омск. В большинстве своем это туристы из западной части России. Они уже побывали в Березово и Октябрьском. Впереди Тобольский, Усть-Ишим. В каждом населенном пункте гости осматривают достопримечательности. А накануне около 40 человек совершили круиз по маршруту Новосибирск-Салихарт. И такие туры продлятся вплоть до конца навигации. Это прекрасная возможность показать все красоты за короткий промежуток времени. Однако привлекать туристов в наш регион можно и другими способами. Об этом говорили на форуме «Время отдыхать в Тюменской области». Подробнее Ольга Куричко. В гостином дворе находится уникальная гостиница-почивальня. Этот робот-гид на форуме блистал эрудиции, танцевал и даже рассказывал анекдоты. Машина, которую создали пермские студенты, теперь тоже работает в туриндустрии. Этот робот может свободно общаться, поддерживать любые темы в разговоре. Почему? Потому что он связывается по Wi-Fi с интернетом. И поэтому на любой вопрос, соответственно, который есть. Если этот ответ на этот вопрос есть в интернете, то он, разумеется, на него ответит. В 2014 году наш регион посетили полтора миллиона человек. 22 тысячи земляков стали работать в турбизнесе. Но сделать предстоит еще немало. Необходимо создание комфортной транспортной инфраструктуры. К сожалению, пока у нас только есть не самого хорошего качества автомобильная дорога, перегруженная очень сильно грузовым транспортом. Необходим, конечно, аэропорт. Нужно говорить о том, что Тоборец должен выходить на мировой уровень. Эльдар Маматов из Санкт-Петербурга презентовал международный маршрут «Великая северная экспедиция». Хотя цена кусается. Миллион триста рублей на человека. Это самый протяженный маршрут не только в России, но и, я думаю, в мире, наверное, который протянется от города Хорсенс. Это в Дании, где родился Витус Беринг, руководитель Камчатской экспедиции. И до столицы Аляски Джуна. И пройдет, понятное дело, через многие города России. Больше всего соотечественников привлекают в регион событийный туризм. Он же стимулирует паломнический. Тобольско-Тюменская метрополия ежегодно проводит более 50 мероприятий. Открыла недорогой хостел на 450 человек. Но туроператоры опасаются, что турецкие коллеги после открытия границ потеснят их с рынка. Они видят и чувствуют гостя и пытаются каждый раз под этого гостя подстроиться. Тем не менее, мне бы очень хотелось, чтобы мы знали свою страну лучше, чем Турцию. В форуме участвовало 85 человек из разных регионов, которые подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время.